всем привет вы на канале пользы на это здесь только быстро обзоры долгие стримы и сегодня вопреки всему несмотря ни на что мы с вами будем обозревать infinix hot 20 в чем плюс основной этого смартфона разумеется это 120 герц полное отсутствие шима потому что это и пес ну и самое приятное это цена да туда можно запихать две физические симки туда можно запихать еще и карту памяти ничего нет ужасного нет конечно у него каких-то супер плюшек но снимает он неплохо относительно у него есть минуса и думаю что вам обзор будет полезен почему потому что сегодня завтра на него еще сел потом этот смарт будет наверно не особо актуальный потому что еще раз повторяюсь что мое мнение это все равно 3 эшелоны ваше дело смотреть о нем что-то или нет приобретать его или нет разумеется лучше всегда покупать бренды первого эшелона ну а третьем эшелоне стоит знать почему потому что они предлагают жирные цифры довольно неплохие возможности за очень умеренные деньги а учитывая что как у нас на ли курс прыгает можете в telegram канале скидок посмотреть сегодня допустим вообще какой-то нереал сегодня 70 рублей за доллар на бирже 60 плюс 10 рублей это по мне прям слишком много так вот учитывая что есть такие штуки как infinix наверное у них есть право на жизнь почему потому что ценник у них именно в рублевом эквиваленте очень лояльный во время распродаж смотрим ну что же приступим к распаковочке поставляется данный смартфон в ярко-зеленой коробке упаковано все стандартно смартфон пришел целый и невредимый в комплекте разумеется сам смарт силиконовый чехол качество которое оставляет желать лучшего но на первое время его будет более чем достаточно далее есть документация ключ для извлечения слота для сим-карт кабель юсби и юсби си блок питания на скромные 18 ватт смартфон весит ровно 200 граммов а его габариты 166 на 76 на 9,4 миллиметра без блока камер а с блоком камер в толщину 11 миллиметров слот полноценный как мы любим на две сим-карты и одну карту памяти так бы во флагманах делали правда розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны разумеется разыгрываю iphone 14 пока m5s помимо этого разумеется разыгрываю one plus north and 20 с и в общем все в описании сможете увидеть постоянно это как всегда 5 ми бэндов 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео подписывайтесь колоколом перейдем же к смартфону полетели приобрести ход 25g можно в черный голубой и мятной расцветки внешний смартфон выглядит довольно привлекательно но качество материалов не лучше как и сборка соответствующая не лучшая тыльная часть выполнены из пластика с 3d текстурой в руке как с чехлом так и без него лежит комфортно пользоваться им одной рукой не всегда удобно но возможно материалы марки так что лучше носить его в чехле на корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев качарели гурёвка громкости разъем юсб тайп си версии 20 с поддержкой о тг микрофона один основной динамика один разговорный звучание здесь моно как по мне это файл могли бы хотя бы псевдо стерео сделать качество звука не худшая на борту также есть технология dts с четырьмя звуковыми режимами и простенький эквалайзер за что спасибо и стандартно для инфиникса и к порта не завезли но есть миниджек и светодиодный индикатор событий которые также можно использовать как вспышку для фронтальной камеры защита от воды и пыли разумеется официально не заявляли но салазки прорезинены летим дальше смартфон оснащен айпи с дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 1080 на 2408 пикселей full hd плюс плотность пикселей хорошая 400 ppi что отлично при прямом попадании света на экран стандартно для и ps экранов яркости не хватает но хорошо что шима нет как у всех и песок в принципе частота обновления экрана космос для супер бюджета 120 герц также на выбор есть 60 авто герцов к настройках есть пункт ультра тач в котором можно выбрать скорость пролистывания и скорость анимации точно 240 герц результаты теста на дискретизацию касание вы можете наблюдать на экране и результаты меня не впечатлили автояркость работает корректно под разными углами тон картинки бросает слегка в теплый оттенок далее мультитач на 10 пальцев отсутствует распознает экран только пять пальцев разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки и распознавание лица сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно но уведомление о том что в данный отпечаток пальца уже зарегистрированы всплывает и это хорошо значит какая-то защита да есть распознавание лица срабатывает неплохо даже под углом нести биометрические данные можно только одного лица подбородок внизу экрана в наличии он заметный как и каплевидный вырез под фронталку летим дальше процессор установлен восьмиядерный mediatek dimensity 810 с тех процессом 6 нанометров и максимальной частотой 2,4 гигагерца графический процессор mali g57 mc2 интерфейс xos 10 версии на базе доброго андроида 12 оперативная память lpddr4x на 4 гигабайта виртуальное расширение озу на борту до 3 гигабайт внутренняя память на 128 имеется поддержка вай-фая 5 серии поддержка 5g сети что для многих будет не столь актуально но для 4g есть бенды 7 и 20 они на борту опять же 5g все равно кое-где да ловит может кому-то и поможет связь устройство ловит хорошо звучание при разговоре неплохое микрофон и как и датчик приближения не подводили запись разговора в стоке есть и без уведомления начале записи вибромоторчик топорный не порадовал настроить силу вибрации нельзя и на все поддерживается что хорошо так как можно установить мир по и спокойно оплачивать покупки gps тест показывает любимую нами точность один метр в городских условиях емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писем арки он выдал 12 часов 5 минут и осталось еще 20 процентов тест я проводил при автогерцовки на максимальной яркости заряжаются с нуля до сотки от родного адаптера питания очень долг до двух часов беспроводной зарядки разумеется нет поедает за один час просмотра видео на ютюбе по вай-фаю со стопроцентной яркостью экрана 13 процентов заряда геншинг impact за один час ушел 21 процент заряда но играть было некомфортно так как постоянно проскакивали фризы и подвисания в других играх примеру new state mobile смартфон себя показал куда лучше так как игровой процесс стал комфортнее проще говоря в тяжелые игры лучше в него не играть исходя из этого делаем выводы что максимум средняшки на минимальных настройках по игрушкам либо легкие игры яркость смартфон во время игр не понижает и нагрев был незначительный перейдем же к тестам гикбенче пятом в сингл кори 534 мульти кори 1698 3d mark показал wildlife 1326 wildlife extreme 356 wildlife stress test 1336 wildlife extreme stress test 369 slingshot extreme 2735 и slingshot 3774 в antutu выдал результат в 313 тысяч попугаев сторож тест показал 14000 вои тут у всего 84000 в тыльной части расположили двойной блок камеры двойную лет вспышку основной сенсор это samsung s5 k g n 1 на 50 мегапикселей датчик глубины gc 6133 запись видео доступна в максимальном разрешении 2560 на 1442 касса 30 фпсами цифровой стабилизации как оптической нет во всяком случае наглядное ее вообще никак незаметным фронтальный сенсор на 8 мегапикселей находится по центру верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео также 2560 на 1442 касс 30 фпс в стойке смартфон имеет достаточно много различных режимов для видео и фотосъемки в целом видеосъемка и фотосъемка меня порадовала но без минусов не обошлось короткие примеры вы сейчас увидите 1 это съемка с двух рук на основную камеру максимальном разрешении съемка общего плана на улице в пасмурную погоду качество съемки неплохое но стабилизации нет картинка довольно дерганая второй пример это тест на автофокус основного сенсора при быстрой смене фокуса с объекта который находится в 10 сантиметров от смартфона на общий план позади этого сложного объекта можно заметить что автофокус долго срабатывает и изредка автофокус прыгает что конечно нехорошо но в целом если автофокус стабилизируется то он работает неплохо третий пример это цифровое приближение но здесь десятикратное разумеется если приблизить какой-то объект то картинка будет мыльная что и стоило ожидать так и у флагманов можно конечно поставить флагман какой-нибудь на штативе долго упорно объяснять что нет это нормально нет не нормально нормально увеличивать с оптики с хорошего фотоаппарата четвертый пример это съемка на фронтальный сенсор с двух рук общего плана rolling шатры нет что радует цветопередача неплохая но как по мне что для основного что для фронтального сенсора не хватает 60 fps летим дальше нет стереозвука нет мультитача на 10 касаний нет и к порта сборка оставляет желать лучшего нет 60 fps хотя бы для основного сенсора несимметричное расположение разъемов также оперативной памяти маловато цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео и по большому счету она актуальна скажем так только сегодня почему потому что если брать как точка отсчета цене которые у них обычно это конечно не реал во время распродаж да как звонилка очень даже неплохая штука и резюмировать я бы хотел довольно просто помним что это девайс 3 эшелона да у него нет шима да и можно запихать две физические сим-карты и карту памяти разумеется это и ps со 120 герцами вроде бы все неплохо и ценник просто супер но это infinix то есть сборка не фонтан операционка не фонтан а по запасу чего-то там здесь нет запаса ни в какие тяжелые игры он в принципе играть не способен то есть даже с фризами в тот же в гэншин вы не сможете играть и по этой причине я повторяюсь еще раз я против того чтобы помогать третьему эшелону развиваться да это круто и когда вы покупаете infinix и вы благополучным образом помогаете создавать какой-то еще один бренд они с каждым разом становятся все лучше если вы приобретете за те же деньги какой-нибудь real me либо redmi а в этой ценовой категории они есть особенно если вы не с продажа смотрите если на распродаже ладно вы побежали infinix купили за эти деньги обрадовались но с другой стороны никакой стабилизации нету камера которая неплохо вроде снимает играть нельзя сборка не супер так за что его покупать за то что он сейчас выгоден потому что у них супер супер скидка ну по мне нет еще раз повторяю что мое мнение лучше докинуть тысячу полторы и приобрести бренд первого эшелона так что от меня девайсу нет вопреки всему и не забываем подписываться на канал писать в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть на обзор напоминаю что скоро будут розыгрыши всяких разных девайсов надеюсь что в них вы будете участвовать вроде бы у меня уже получается настраивать стримы хотя с интернетом не все хорошо но мы попытаемся на днях скоро будет обзор на топовые motorola допустим viva x помимо этого разумеется и кио 10 все флагманы пойдут как рядом будете еще и говорить саня ты достал уже флагманами поэтому вот сейчас я расскажу вам о третьем эшелоне о котором все равно надо рассказывать потом о супер бюджетах и потом придет великий ужасный ноябрь и мы с вами будем сгребать все что нам нравится или не сгребать еще раз повторяюсь девайсу нет добра и удачи вам дорогие друзья